Вот, посмотрим какую тактику выберут оба спортсмена. Я думаю, что у них кардинально разные стили. Низкая стойка у Димы. Хорошие захваты у Димы для Пула Гарда. Дима полит гард, сразу забирает закрытый гард. Очень хорошо, очень подвижный таз, очень хорошо Дима там себя чувствует. Правой рукой берет захват за пояс. Вот, Руслан пытается собрать от ворота Димы, чтобы провести за спиной. Вот, но пока тяжело Руслану, конечно, раскрывать гард Димы. Дима взял крест-накрест захват, пытался провести хип-бам-свип. Ну, а Руслан пока блокирует все попытки Дмитрия провести какую-либо атаку. Вот, держит хорошую осанку. Вот, но мне кажется, вопрос времени, когда Дима найдет брешь в обороне Руслана и воспользуется преимуществом в технике, в опыте. Оверхук забрал левой рукой Дима, контролирует тем самым осанку соперника, не позволяет ему подниматься на ноги. Вот, и сейчас ищет пространство, чтобы вставить туда правую стопу и перейти уже... Прижимается Руслан к сопернику. Пока защищается, Дима левой рукой блокирует лапел соперника и тем самым создает пространство, куда просовывает правую ногу. Вот. Так, 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 у нас будет ли свип? Очень красивый свип от Димы Тимофеева. И 6 баллов забирает Дмитрий. Два балла за свип, 4 балла за маунт. Очень плотный маунт. Посмотрите, как низко опущен таз Дмитрия, как работают его стопы. Он скрестил стопы, и стопы находятся внутри бедер соперника. Это очень плотный, очень хороший маунт. И сейчас, как я полагаю, Дмитрий будет охотиться уже за финишем. Сейчас мы видим очень стандартную ошибку. Руслан левой рукой обнимает талию соперника, но в маунте обязательно нужно ручки ставить в таз и создавать пространство. Или цеплять стопу соперника, или вставлять коленку внутрь. Потому что если прижиматься, обниматься, это дает только возможность сопернику закрепиться в маунте и начинать уже проводить свои атаки. Руслан, наверное, пробует сделать какой-то экзотический прием, экзотический удушающий. Но Дима пока все контролирует и уверенно работает из маунта. Кладет Дима предплечье на шею Руслана. Вот решил Дима вернуться к проходу гарда. Хорошо, не катом Дима проходит гард. Сейчас осталось водить стопу. Да, забегает в сторону головы. Но видно, что Дмитрий очень уважительно борется. Ни резко, ни агрессивно. С уважением к возрасту соперника. Вот и, мне кажется, это вполне правильный подход. Очень хороший проход. Бэкстепом. А Дмитрий... Руслан пытается восстановить гард, а он прихватывает стопу соперника. Но здесь это большая ошибка тянуться к талии, потому что Дима спокойно может правым коленом накатывать. Что Дима и делает. В то время у нас осталось чуть больше минуты до конца схватки. Счет пока 10-0. Вот. Уверенно Дмитрий движется уже к следующей стадии абсолютки. Очень плотно работает Дмитрий сверху. Посмотрите, как он держит свой таз. Блокирует сейчас правую голень соперника. Отключает ее рукой и смещается в сторону головы. Видно, что Руслан уже подустал чуть-чуть. Вот. Но при этом достаточно достойно держится. Не дает слишком много пространства Диме для атак. Держит руки вместе и не позволяет пока провести никакой прием. Вернулись спортсмены в стойку. Вот. Я думаю, здесь финиша мы уже не увидим. Спокойно схватка дойдет до своего логичного завершения. Дает, судя, время спортсмену завязать пояс. Симон, Симон, Алиса, полу, пояс, и два отражения. Опять борьба за захваты. Теперь Руслан решил запулить гард. Ушел вниз. И у нас остается совсем чуть-чуть времени. А снова Дима очень грамотно обратил внимание, как счищает ногу соперника. И переходит уже в проход или бэкстепом. Очередной проход гарда, очередные баллы. И конечный счет у нас. 18-0 побеждает Дмитрий Тимофеев. И проходит следующий круг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...